Я считаю, что национальной идеей может быть в первую очередь сохранение традиционных ценностей. Таковыми я считаю, во-первых, это религия, причем я подчеркиваю, это не какая-то одна религия, это все формы вероисповеданий, которые есть на нашей территории. Это и православие, и иудаизм, и мусульманство, буддизм, если даже есть индуисты, и этих тоже мы должны сохранять и относиться с уважением. И религия ведь это основа общества. На протяжении всех тысячелетий общество формировалось, формируется и будет формироваться вокруг религии. То, что у нас традиционно возникло. Традиционная семья, семейные ценности, это то, что формирует государство. Не зря коммунисты говорили, что семья – ячейка общества. Они правильно это говорили. То есть, если разрушается семья, разрушается и общество. Поэтому я отнюдь не исхожу, что мы должны подвергать обструкции какие-либо другие формы половых взаимоотношений. Но они не должны ни коем случае превалировать над традиционными отношениями, которые являются физиологичными, которые дают возможность вырасти новому поколению, новым гражданам России. Так что, в первую очередь, и государство. Мы должны думать о своем государстве. Вот должна быть наша идея. Это еще одна составляющая. И религия, и традиционная семья, и государство. Вот уже мы получаем основу для национальной идеи. И вот то, что мы потеряли немножко в 90-е роль государства. Мы говорили, государство – все плановое, это все очень плохо. Все экономика должна быть рыночной, рынок все исправит. Да выяснилось, ничего рынок не исправляет. Это было или заблуждение, или такой акт умышленного введения в заблуждение. То есть, или искренне эти люди верили, что рынок может все исправить. Ничего рынок не исправил. Заводы позакрывались, вместо высокотехнологичных производств возникла базарно-рыночная экономика, китайские товары и больше ничего. То есть, все это вело к краху экономики и к краху государства, как такового. Поэтому мы должны исходить из трех, как я вижу, три основных позиции. Это религия, традиционные ценности, в том числе семейные традиционные ценности, как основа. И государство с экономикой, повернутой в первую очередь для человека. Ведь главное, никакие яхты, хотя я не против яхт, но чтобы думали о детях не туда, куда их лучше сплавить за грубеж, а как им лучше помочь здесь. Как лучше сохранить семьи, чтобы они не попадали в дома. Как лучше, может быть, их выучить, как лучше из них сделать граждан. И в первую очередь еще или в третью, или во вторую государство. Государство рухнет, у нас рухнет все. Более того, особенно подлым я считаю формулировку, когда... Это такая изощренная подлость. Когда говорят, я за родину, но против государства. Хорошо себя получается. Только вопрос, за чью родину? Родина и государство, они неотделимы. Их нельзя. Если ты сегодня выступаешь против государства, ты выступаешь против родины. Но просто многими родина не нужна. Есть такая, 20%. Пятая колонна есть. И у меня много, и я встречаюсь с людьми, дискутирую. Некоторых мне удается переубедить. Они признают справедливость моей позиции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин